Поздней осенью и при начале зимы на даче уже немножко по-другому. Точнее есть некоторые нюансы, которые необходимо делать постоянно. Это топить печь. В нашем случае топить печь приходится хворостом. Сейчас солнце, конечно же, и только по листве видно, что сейчас осень, а так кажется, что лето и жара. Так вот, за хворостом приходится ходить каждый день. Мы на даче не живем, дрова не заготавливаем, не закупаем, поэтому ходим, собираем по лесу дровишки. Вот это один из основных нюансов, потому что в домике холодно и очень хочется, чтобы было не холодно. Так вот иду, вижу, палка лежит сухая. И вот по дорожке, по которой иду, скидываю эти палки. И вот так вот гуляю по лесу в поисках хвороста. Вот такое вот беру. Тоже опять же, смотрите, вот можно сложить через дороги. Он очень хорошо разгорается. Вот. Торада горит быстро. Мы же не живем на даче. Мы так контуемся. Но тут вообще можно нормально набрать. Есть вот такая штука. Это разорванный мешок. То есть вот пополам его разорвал, его уже пора менять, потому что я им пользуюсь уже не один год. Вот смотрите. Вот так вот его раскладываю. У меня перчатки есть. И теперь беру вот так. Хлоп. Даже вот такую мелочь беру. Растапливать ей очень хорошо. И накладываю. Пару минут спустя вот такая кучка. Мне её хватит. Ну, сейчас хватит на два дня. Если будет сильно холодно, наверное, надень. Беру какую-то палку попрочнее. Вот так и вставляю. Далее. Вот так вот. Вот так вот. Поворачиваю. И всё. И несу. Сейчас на плечи закину и покажу. Надо ещё на плечи эти закинуть перчатки. Иначе давит сильно вот эта фигня. Ну и всё. Далее вот так вот иду домой. Не знаю, как вам это показать. Так, в общем, иду домой. По дороге, если рука свободная, а вот эта рука, которая держит камеру, у меня свободна, я могу идти и ещё эту руку нагрузить отложенными ранее палками. Что я, наверное, и сделаю. Вот. То есть, вот так вот их берём и несём. Вот такую кучу принесли. Ну, сейчас будем их готовить к тому, чтобы они залезли в печь. Что поломается, то будем ломать и складывать. Я обычно складываю сюда такими кучками. Вот. Это у нас сырые дрова. Сырыми лучше не топить. Но я две полежки сырых бросаю. Всё равно это надо спалить. Вот это просто мы обрезали. Вон орех. Вон орех его надо было обрезать. Жалко. Люблю орех, но пришлось обрезать. У нас у соседей был орех. Орехи с него падали на нашу машину. Они его отпилили. А этот орех им мешает. Мы его тоже отпилили. То есть, они свой отпилили, мы свой отпилили. Здесь у нас бассейн стоял. Вот так это выглядит, когда бассейна нету. Тут у меня гамак висел. Так, сейчас покажу, как я тут управляюсь этими дровами. Ну, в принципе, пару штучек возьму. Вот. Дальше покажу, что мы делаем дальше. Что ломается, то ломаем. Ой, хорошо, что в печку вылазят большие деревьяхи. Сегодня у нас тепленько. Вот такие у меня даже влазят. Вот. Но топить мы будем где-то в районе десяти. Короче, попозже. Ну, может девяти. Специально, чтобы печка прогрелась. Потом мы ее закрыли ближе к часу. Вот. И как раз, пока мы спим, нам бы хватило тепла от самой печки. Ну, вот, видите, да? То есть, это... Вот такой еще не улезет. Вот это уже не ломается. Я беру, делаю. Ну, и заодно вот эту заберу. Тоже я ломать не буду. Вот. Ну, вот просто верстачок. Верстачку уже мы с вами его делали несколько лет. Здоровский, конечно, верстачок. Вот и все. Вот это, например, которая не особо ломается. На ее примере покажу. Вот такая штука влезет. Неудобно, пенедец. Так, вот такая влезет. Вот такая влезет. Хорошо, когда в печку большие дрова влезет. Так. Ну, вот это. Так. Ну, и тут... Так. Буквально минута и у нас на полчасика дровишек. Вот. И вот так вот складываю кучу минут 20. И это все уже может спокойно влезть в печку. Я думаю, что мне этого хватит дня на два, потому что сейчас тепло. Ну, на день бы хватило. Печка очень хорошо держит температуру. Поэтому, когда все прогорает, она еще довольно долго теплая и дома тепленькая. У нас еще одинарные окна. У нас не двойные окна. И у нас, ну, короче, не утеплен второй этаж, а часть второго этажа я все равно топлю. Поэтому неэффективный у нас домик получается. Но, тем не менее, все равно теплый. За пару минут сырец тоже распилил. Я вот там одну, может там пару маленьких в топку бросаю. То есть я не бросаю сырец, но его в баню. Ладно, пошел захавать. Вот этот парк обычно в кино показывают. А вон они два. И это один парк большой. Как топится печь. Вот сейчас заготовил дров, точнее хвороста. Берется кочерга. И берется, вычищается вчерашние остатки, то что мы тут полили. Обычно их немного, потому что периодически я их убираю, когда новую траву закидываю. Вот они все падают вниз. Взорник. Взорник где-то раз в три дня очищу. Вот печка неудобная. Сделана очень, ну не очень, я уже приноровился ей. Но сделана она плохо. Дело в том, что само поддувал идет в ту сторону. Раньше я закладывал вот так дрова, и она очень плохо горела. Теперь я закладываю дрова вот так. То есть вот так вот. Вложу дрова. Так. Закладываем. Вот смотрите, какая длиннющая. Вот она, какая длинная. И она туда спокойно залазит. В этом, короче, огромный плюс у этой печки. Но так само по себе печка не очень. Что мы делаем дальше? Дальше мы слегка открываем поддувало. Вот тут такое поддувало. Ну я не полностью открываю. Где-то наполовину. Если полностью открываешь сразу же. То тяга такая сильная, что задувает бумагу. Это мы все уберем. Это у нас теплая вода. Так вот. Можно везать теплую воду. Мы ее набираем. Она вот так вот косвенно нагревается. Не прямо на огне, а косвенно. И там посуду мыть очень удобно. Теперь берем газету. Газету, газету, газету. В нашем случае мишкины тетрадки. Так. Вот мишкины тетрадки. Мы их не коллекционируем. И я вот так делаю. Скручиваю трубочку. И вот так вот засовываю. Воспользуемся этой штукой. Так. Что-то нехотя. Как-то разогревается она. Ну-ка. Давайте еще. Поможем ей. О, как хорошо пошло. Слушайте, я все время спичками это делал. Офигеть. Мне писали в комментариях, что довольно удобно такой горелкой растапливать печку. А когда я вот так складывал дрова, тяга шла туда, и она как бы по касательной шла. То есть, блин, эта дверка вообще неправильно. Дверка должна быть с другой стороны печи. Ой. Еще, получается, у нас основная стенка идет. Она тонкая. Там, где вот основной нагрев идет. Из-за этого она перегревается, и с той стороны начинает печка расширяться. То есть, в одном месте она холодная, а в другом она уже горячая. И, в общем, криво печь сделана. Из-за этого, чтобы ее нормально топить, нужно, блин, плясать танцы с бубном, чтобы все нормально было. Поэтому я вначале вот так вот ее распаливаю. Потом, когда дрова все разогреваются, я ее прикрываю, чтобы она равномерно стала разогреваться. Вот. А потом уже, когда она равномерно разогреется, можно подбрасывать всякие дровишки. Ну, сейчас, благо, мы здесь живем. Она, в принципе, разогретая. То есть, она местами еще не остыла, потому что мы ее каждый день топим. Вот. И так проще. А когда ты первый раз сюда пришел и начинаешь топить, просто вот пришел и в первый день, когда здесь холодно, печь холодная, стены холодные, тут часов пять надо потратить, чтобы растопить все. Вот. Такие нюансы с этой печкой. Я все хочу ее переложить, но пока руки не доходят. Это, во-первых, надо полностью кирпичи новые купить. Во-первых, это все разобрать. На это нужно время. У меня времени нету. Вот. Еще надо знать, какую печь. Мне, например, не нравится в этой печи. Вот здесь есть такое место. Вот видите, да? Как комфорки, подготовку. Но они в такой нише. Это очень неудобно. Я хочу отдельно сделать, чтобы было комфорки, подготовку. Чтобы они были не в нише, а вот именно отдельно стояли. Я думаю, если будут отдельно они, то это будет, ну, вполне комфортно. Еще, кстати, как вариант, вот эти круги меня раздражают. Я думаю, что эти круги нафиг не надо. И так приготовиться. Если что, томиться, вполне пойдет. А чай приготовить какой-то, например, берешь там двухлитровый чайник, ставишь. Оно по чуть-чуть нагреется, разогреется и закипит. Вот. А вот эти круги, они в начале топки, только, блин, дым через себя прогоняет. Так что они нафиг не нужны. Сейчас на начало топки у нас 20 градусов. Вот 20 градусов. Ну, там наверху у меня, наверное, градусов 17, может 18. Потому что там тепло все уходит. Через 15 минут после начала топки печи у меня плюс 19. Ну, было где-то плюс 17-18. Вот так. У нас, смотрите, вот окно, да. И вот такая тоненькая стена. То есть у нас здесь ДВП прибитые на фанерки тоненькие. И поклеенные обои. То есть у нас тут нет никакого утеплителя. Уже ноябрь. Уже, наверное, первое. Не, еще 31-е. 31-е. Так, у меня уже двадцатка. И здесь, как обычно, 15-е нова пролетает. Анимацию мне рисует. Так. 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 Какая у меня за сегодня получилась анимация. Ту-то на начале, видите. А сейчас пока вот видите, неправильная карта немножко была, но потом она стала нормально. Вот. Ну, в основе своей понятно, что у нас тут чистое небо. чуть-чуть облака идут в нашу сторону. Ну, такое себе. Не сильно облачное, скажем так. Все на топлях, как положено. Включаем грозетку. Зарядное устройство. И теперь наша задача раскрутить эмератор до нужных оборотов. Все на топлях, как положено. И на ходу подаем возбуждение. У нас загорается лампа. Вольты у нас 5,5. Нагрузка 6 А. Почему так мало? Дело в том, что это зарядное. Зарядное. Чтобы напряжение у нас ушло непосредственно от генератора. Так будет эксперимент более правильный. Ну что, ребята. Давайте попробуем. Первый у нас 100 вар нагрузки. И сейчас будем раскручивать. Пробовать. Если все у нас получится, то на будущее ежение должно получиться. И, кстати, ребята, надо подкачать колесо. Что-то оно пустоватое какое-то. Возможно, какие-то пробуксовки, конечно, здесь и есть. Включаем сразу возбуждение. Да, возбуждение, конечно, никакое. Раскручиваем. Включаем. Получается держать, ребята. Ну, не долго. Теперь, ребята, давайте подведем и то. То ли отрывалось, обрезалось зуб. Короче, 200 даже 50 ватт. Подведем. Теперь мы подведем. Делаем на 60 ватт. Делаем на 60. Четыре ватта в минуту. У ноутбука 32 вата аккумулятор. 32 ватта разделим на 4. И за 8 минут можно зарядить. Прикиньте! Круто! Как это он? 2.05 2.05 25 градусов в хате Сейчас покажу сколько на улице у нас У нас светильники повесили Холодно, блин Так Сколько? Плюс 4 Ну, плюс 4 это у нас при баночке Вот, я думаю, что на улочке наверное все, блин, плюс 2 Дома 25 Класс Ого! 15.55 Понедельник, 1 ноября 22 градуса Ну, сегодня еще в принципе солнце было Печку мы еще не топили Сейчас будем топить, но она уже такая прохладная Сейчас опять пойду закладывать дрова и пойду за новой порцией хвороста Да, Лиля? Лилё! Этой штукой пользуемся уже, наверное много лет Я уже не помню точно сколько Вот здесь вот эти штучки попортились Хорошо, если бы они были как в советских, знаете чугунные или какие они там эмулированные А сама печка офигенная вообще не подводит, работает хорошо и замечательно У тебя, слушайте-ка Печный их дел мастер, блин Так, секунду Вот, смотрите, какую анимацию принял Ну, не за сегодня За два или три дня Вот мы в центре У нас солнечно У нас как раз те пару дней солнечно было Ну, пока вроде бы еще и сегодня будет солнечно Это просто помеха Вот это Смотрите Это помеха, да Я тут принял Три вида анимации Вот еще такую принял А не, вру Четыре вида анимации Еще вот такую принял И Самая лайтовая Она принимается и днем и ночью Это вот это Но здесь, видите, вот эти вот облака Которые там яркие Вот эти вот Здесь они такие Мини ярко выраженные Но я думаю, что это типа а-ля дымка То есть вот это, наверное Густая облачность Вот это вот белая А вот это такое типа дымка На, допустим Вот этом Видите, эта дымка Хорошо заметна Вот она Вот она Эта дымка А здесь Эта дымка Она такая Блеклая Ну, тоже видно Надо как-то заприметить Как будет выглядеть Эта дымка на Подобном снимке На нашей местности То есть, посмотреть на облака И увидеть Есть это дымка Или это облака Или что это такое Этот же ролик монтирую Хочу показать До какой температуры у меня здесь На втором этаже нагрелась Сегодня 23 градуса Я сижу в футболке На улице Дубай Я там ничего не покажу Там темень Вот А здесь Хорошо Мы еще, правда Закрываем вот эту дверь И спим на первом этаже Вот А так вот эту маленькую коморочку Вполне можно Вполне можно 3D принтер Если надо мне Сын напечатает Сам у него не уникает Сам с ним разбирается И сделал Принес монитор А вот этот ноутбук Как бы основной Вот он сейчас передает Изображение на монитор Удобно Довольно Мне же нравится Что нету Микрофона Я говорю Микрофона Нету Вентилятора В этом И вот Когда что-то делаешь Ой Не тут И вот так вот Можно работать Это слышите писк Это пищит этот монитор Ну Я думаю что тут А вот На сто процентах Ничего не пищит Вот если сделать на сто процентов Слышен такой шум Винчестера Это очень кайфово Когда так тихо Что Что Он А Как Вы Мер Мер Т А Он Продолжение следует...